Эта хроника начала века показывает применение химического оружия в Первой мировой войне. Несовершенство или отсутствие средств защиты привело к печальному итогу сотням тысяч пораженных. В настоящее время на вооружении армии многих государств находятся химические боеприпасы, обладающие исключительно высокой поражающей способностью. Среди них значительная доля приходится на фосфорорганические отравляющие вещества. С появлением новых видов оружия, увеличением их разрушительной силы, резко возросло количество поражающих факторов, воздействующих на организм человека. Это прежде всего относится к ядерному оружию. Сохранение боеспособности личного состава в этих условиях возможно только при своевременном и комплексном использовании индивидуальных технических и медицинских средств защиты. Для предупреждения и снижения поражающего действия различных видов современного оружия, а также для оказания первой медицинской помощи личному составу, используются индивидуальные медицинские средства защиты. К ним относятся индивидуальный противохимический пакет, аптечка индивидуальная, профилактический антидот фосфорорганических отравляющих веществ P6, таблетки для обеззараживания воды, пакет перевязочный индивидуальный. В мирное время медицинские средства защиты хранятся на складах частей и по истечении срока годности заменяются. Медицинские средства Положено каждому военнослужащему на военное время. Его выдают личному составу санитарные инструкторы, а там, где их нет, старшины подразделений. Определены также места для хранения медицинских средств защиты непосредственно у личного состава. Индивидуальный противохимический пакет хранится в сумке противогаза. Аптечка, профилактическое средство P6 и таблетки для обеззараживания воды в нагрудном кармане куртки. Перевязочный пакет в нарукавном кармане куртки. Перевязочный пакет хранится на складах частей и таблетки для обеззараживания воды в нагрудном кармане куртки. В зависимости от различных условий обстановки, подготовки к боевым действиям, выдвижения, передислокации, боевых действий, индивидуальные медицинские средства защиты могут применяться самостоятельно или по указанию командира. В полевых условиях запрещается пить. В случае необходимости воду обеззараживают во флягах при помощи специальных таблеток. Через полчаса воду можно пить. Современные средства доставки химического оружия позволяют наносить удары за тысячи километров. Отравляющие вещества – высокотоксичные химические соединения, которые могут поражать незащищенных людей и животных, заражать местность, технику, воду и продовольствие. Наличие в воздухе или на местности отравляющих веществ устанавливается по показаниям приборов химической разведки. Отравляющие вещества могут проникать в организм человека различными путями. Через незащищенную кожу, через слизистые оболочки, через органы дыхания, через пищеварительный тракт, через раневые и ожоговые поверхности. При внезапном применении химического оружия по незащищенному личному составу, наряду с использованием средств защиты кожи и органов дыхания, проводится частичная специальная обработка с помощью индивидуального противохимического пакета. Для этого необходимо разорвать полиэтиленовую оболочку, взять марлевый тампон, обильно смочить его жидкостью из пакета и смоченным тампоном протереть открытые участки кожи. Снова смочить тампон и протереть им воротничок и края манжет, обмундирования, прилегающие к открытым участкам кожи. Затем сухим тампоном протереть кожу. Для профилактики поражения личного состава фосфорорганическими отравляющими веществами, в частности при работе в очаге заражения, используется профилактическое средство P6. За 30 минут до предполагаемого контакта с фосфорорганическими отравляющими веществами, применяются две таблетки препарата. При необходимости препарат в той же дозе может быть принят повторно через 12 часов после предыдущего приема. В признаках поражения нервно-паралитическими ядами, а в этом случае появляются нарушения зрения, удушья, используется шприц-тюбик с красным колпачком, содержащий препарат будоксин. Шприц-тюбик состоит из корпуса с препаратом, мембраны, колпачка и конюли с иглой. Для его использования необходимо одной рукой взяться за ребристый ободок конюли, другой за корпус и повернуть его по часовой стрелке до упора для прокола мембраны. Снять колпачок и ввести иглу в мягкие ткани бедра. При тяжелых поражениях, сопровождающихся судорогами и потерей сознания, вводится сразу два шприц-тюбика. Использованные шприц-тюбики необходимо положить в карман пораженного. Другие лекарства и средства, содержащиеся в аптечке индивидуально, используются при ранениях, ожогах, радиационных поражениях и для предупреждения инфекционных болезней. В третьем гнезде аптечки находится шприц-тюбик с бесцветным колпачком, содержащий противоболевое средство промедол. Он применяется при сильных болях, вызванных ранениями, переломами, ожогами. Порядок использования шприц-тюбика с промедолом аналогичен использованию удачи. Одним из основных поражающих факторов ядерного оружия является проникающая радиация. Для предупреждения или снижения эффекта радиационного поражения личного состава используется радиозащитное средство в двух розовых пеналах. Содержимое одного пенала применяется за 40-50 минут до возможного облучения. После радиоактивного облучения при появлении тошноты используется противорвотное средство из синего пенала. Доза – одна таблетка, действие которой продолжается 4-5 часов после приема. Противобактериальное средство в виде таблеток желтого цвета хранится в двух бесцветных пеналах прямоугольной формы. Содержимое пеналов применяется при опасности заражения возбудителями инфекционных заболеваний, а также при ранениях и ожогах. Действие одной дозы – 6-8 часов. Для оказания первой медицинской помощи при огнестрельных доминиях каждый военнослужащий располагает индивидуальным перевязочным пакетом, который используется самостоятельно или в порядке взаимопомощи. Нужно взять пакет и по месту надреза разорвать наружную прорезиненную оболочку, извлечь из складки бумажной оболочки булавку и закрепить ее у раненого на видном месте. Сняв внутреннюю бумажную оболочку пакета, раскрыть повязку. При сквозной ране следует оттянуть подвижную подушечку от неподвижной настолько, чтобы закрыть ими оба отверстия. На рану подушечки накладывать стороной, не прошитой цветными нитками. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok